Регби – эта игра пришла в наш район не так давно и уже успела стать популярной среди молодежи. Много лет в ней не было четко установленных правил и каждый раз команды договаривались между собой об условиях спортивного состязания. На первенстве России по регби правила известны каждому участнику и тем сложнее игрокам завоевать победу. Продолжение темы в материале моих коллег. В первенстве России по регби столкнулись шесть команд. Ребята, которые занимаются этим видом спорта не более пяти лет, но за это время успели полюбить спортивную игру и добиться в ней мастерства. Регби – это контактный вид спорта, где важно чувствовать локоть напарника, как в прямом, так и в переносном смысле. Важно быть настоящей сплоченной командой. В Краснодарском крае, в том числе и в Славянске-на-Кубани, этот спорт имеет огромные перспективы. Турнир длится девять дней, пять игровых дней. Команды играют в круг. По итогам этих соревнований определяется чемпион России, серебряный призер и бронзовый призер. После окончания этих соревнований формируется спортивная сборная России, которая выезжает на первенство Европы по своему возрасту. В составе сборной Краснодарского края играет семь ребят из Славянского района. Один из них – Николай Егоров. Как говорит юноша, борьба предстоит нелёгкая. Самое главное – должно быть общение между командой. И, как сказать, мы должны сообща играть все. Игра будет сложная, потому что соперника недооценивать нельзя, пока ты с ним не сыграл. Все команды на высшем уровне, ни одну Россию отыграли вместе. Игра будет тяжёлая. С 15 по 24 октября на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» будут длиться спортивные баталии. В первый день турнира сборная команда Краснодарского края встретилась со сборной города Москвы. О результатах говорить пока ещё рано. 23 октября состоятся заключительные матчи. Там и станет известно, какой команде предстоит защищать честь нашей страны на мировом чемпионате. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События».